Здравствуйте! Вот тут мне зрители, которые со мной иногда находят возможность переписываться, задали им такой вопрос. Биологическое и бактериологическое оружие. Как-то они его так интересно сформулировали. Каковы перспективы данного вида оружия и какой взгляд у научной интеллигенции на это? Ну, я думаю, что взгляд научной интеллигенции на средства уничтожения, он не так важен, как важно возможности, достоинства, недостатки вот этого вида бактериологического оружия. Ну, вообще говоря, в книжках находят всякие идеи применения биологического оружия в старые эпохи, когда, значит, катапульты забрасывали в обороняющуюся, так сказать, крепость какой-нибудь труп животного, да, чтобы, дескать, заразить. Но это всё было так очень наивно и примитивно до той эпохи, когда не поняли вот причину заболевания, да, вот это вот оно. Рассказывают про то, что где-то кто-то поставлял или подбрасывал, значит, противнику, а тогда противником были североамериканские индейцы, в одеяло, в которых, значит, которыми укрывались больные оспы, да, соответственно, индейцы эти оспы заражались и умирали. Вот, ну, я не знаю, насколько это правдоподобно, но вот какой-то такой разговор вот был. Ну, это тоже назвать биологическим оружием как-то не очень можно. Ну, по сути дела, разговоры о биологическом оружии так начались после применения химического оружия в эпоху между войнами, Первой и Второй мировой, и после этих войн. Как себе представляли это оружие? Ну, вот, ведь нужно донести этот вот возбудитель. Кто у нас переносчиком возбудителя является? Ну, насекомые, да, вот, например, чума, блохи, да, блохи, блохи, которые в отсутствии грозунов кидаются кусать людей, да, вот, представьте себе, вы, значит, контейнер, ну, не вы противник. Некая враждующая страна, контейнер с этими блохами, а его надо ещё заставить из пушки, ты ведь не выстрелишь контейнером с блохами, они просто там погибнут от перегрузки. Ну, вот, и контейнер сбрасываете где-то, выбегают блохи. Они чумные, чумовые блохи. А ведь не умерли в данном районе крысы. Они накидаются на крысы. Дефективно это? Не очень. Ну, вот такого рода вот идеи заражения. Это обычно фигурировало вот в 20-х, 30-х годах. И, в общем-то, вся такая сложность, такая-то вот бодяга. Ну, в Европе это не применяли. Другое дело, замечательная страна Япония. У них всерьёз это было дело поставлено. Существовал специальный отряд. Отряд там официально назывался как-то отряд по, типа, очистке воды, что-то такое, водоснабжение. На самом деле они занимались вот как раз опытами, связанными с заболеваниями, с разработкой биологического оружия. Они опыт ставили на китайцах, на русских, ну, вот на всех жителях, которые там в Китае им под руку попадали. Вот. После войны руководство этого отряда попало в плен. Не знаю, кто-то, наверное, попал в плен к нашим западным союзникам, которые пришли в Китай с Востока, а кто-то к нам, к восточным союзникам, которые пришли в Китай с Запада. Вот удивительно. Правда? Да. Вот. И они вот на процессе по японским военным преступникам в Хабаровске, это те, которых наши захватили, в общем, получили какие-то сроки, но очень быстро, как-то, условно, досрочно их освободили. И они отправились в Японию, и стали там, значит, занимать неплохие места в истеблишменте, да, в руководящих кругах. Вот. Но это говорит о том, что они поделились своими вот этими сведениями про бактериологическое оружие. После Второй мировой войны опыты по бактериологическому оружию, ну, как закроешь эту тематику, ведь не закрыть же, да? Потому что, несмотря на то, что вот мы-то вроде как и хорошие, применять его не будем, а вдруг противник, да? Ага. Вот. Они проводились, продолжались эти опыты. На нас грешили о том, что у нас выращивали, значит, возбудители чумы, причём, значит, чумы, так называемые, лёгочные. Вот. Я думаю, что этим грешили и на Западе, просто у нас этим грешили очень, так сказать, плохо, да? Вот. Грешили так, что как-то однажды появилась утечка на вот этом вот предприятии или в этом научном центре, где это было, да? Эта утечка привела к вот этой лёгочной чуме там в каком-то вот регионе, где-то там далеко на Урале. Вот. Не повезло, да? Как говорят, вора бьют не за то, что украло, а за то, что попался, да? Вот и здесь примерно такая же ситуация. Критики нас за это, естественно, подвергали. Опыты проводились с неболезнетворными бактериями в том, как они будут распространяться. Конечно, результаты опытов этих, они, так сказать, не публиковались в журнале «Техника молодёжи» или «Юный техник», или тем более «Весёлых картинках», про это ничего нельзя было прочитать. Хотя они, наверное, в основном велись в ту пору, когда я был читателем как раз «Весёлых картинок» и «Мурзилки». Да, это давно очень бились опыты. Ну, то есть распыляли неболезнетворные бактерии определенного штамма и фиксировали, как они хорошо распространяются. То есть, как можно заразить этими бактериями. Я не знаю, чем всё это кончилось. Потому что, ну, вы понимаете, что значит распылять бактерии? Ну, вот, вы знаете, вот заражение воздушно-капельным путём. Вот они полетели. Вот мы заразили, да? Вы же знаете, что в общественном транспорте некоторые фанатики борются с тем, что закрывают лицо, значит, такой маской, чтобы туда не попадало, ещё что-нибудь такое. Видите, методы борьбы-то несложные на самом деле, да? И вероятность заражения, наверное, не очень высокая. Да, вот это вот всё опасно. Ну, время идёт, и вокруг вот этого вот биологического оружия множатся всякие истории, слухи. Значит, ну, вот у нас, я всё что-то про бактерии говорил, да? А ведь ещё вирусы, да? Вирусы, они ведь тоже возбудители страшных заболеваний. Грипп, например, это болезнь, которая больше всего унесла людей на тот свет. Ну, из тех, кто известны. Во время эпидемии пандемии гриппа, значит, которая случилась в каком году? В 19-м году, 1900, сразу после войны. Первый мировой. Погибло в несколько раз больше людей, чем во время мировой войны. Причём так в скобках пишут, без учёта Китая. Потому что сколько там в Китае погибло, никто не знает. Наверное, тоже много. Вот. Пандемия гриппа. Была. Вирусы. А вот про вирусы-то, как говорят, вот в чём ценность оружия? Вот вы стреляете из винтовки, а вы знаете, куда стреляете. А вот вы развеяли эти вирусы, неважно чего. А вы уверены, что эта болезнь к вам обратно не придёт? И тут начинаются всякие поиски такого оружия, которое будет действовать избирательно. То есть на своих не будет, на врага будет. Ну, казалось, тут есть очень простой способ. Давайте привьём эту заразу, значит, помните, все болезни привитые, да? Привили, иммунитет у человека есть, он уже, значит, не пострадает. Есть такой, значит, вариант, действительно есть. То есть надо всё население привить. Вероятные противники, естественно, знают, что вы прививаете. А как вы будете прививать? Мы своих прививаем, а чужим не даём. Вы уверены, что противник не достанет образец, что он, значит, не создаст такую же вакцину, что он своих не привьёт. И зачем? Создали болячку, всех от неё привили, ну, как-то не очень разумно. Тогда начинается фантастика. А вот мы, пускай этот вирус определяет по национальному признаку. Вот я представляю, например, себе американский вирус, который будет американцев выделять и щадить, да? А вот американцы-то ведь страна переселенцев со всего мира. Такая смесь, как вы так это сделаете? Ну, вот является ли это фантастическим, вот создать такой вирус, который будет по национальному признаку делать? Вот. Но есть же, вот, скажем, вирус, который вот поражает определённые виды живых существ, а других живых существ не поражает. Да? Такое есть. Но это всё-таки разные виды, понимаете? А у нас тут речь идёт об очень тонком таком делении. Очень тонком делении, надо так сказать, вот. По неким внешним признакам и фактически даже по паспорту. Что у тебя там в паспорте написано, да? Какой ты страны принадлежишь? Да. Это если есть ещё внутренние паспорта. Чтобы вирусу спросить этот паспорт. Ну, вот такая вот ситуация. И, в общем-то говоря, с лёгким сердцем биологическое оружие запретили. Не слышно о его применениях. За исключением одного направления. Эпиозотии. Знаете такое слово? Эпидемия – это когда поражены люди. Так называют эпидемии. А эпиозотия – это когда поражение получают животные. И вот есть мнение, что то ли сама Америка, то ли её CIA, ЦРУ, то ли антикастровские силы распространяли на Кубе некое заболевание свиней. И вот это вот влияло очень сильно и печально на скот, на производство продовольствия на Кубе. Это раз. Тут ещё добавить надо. Вот есть такое понятие климатическое оружие. Ну, вот вы знаете, что когда в Москве идёт большой праздник, то делают, посыпают, значит, облака на подходе к Москве, значит, специальными свесями, там, азотистое серебро, как там, аргентом инотрий, или там сыпят сухой лёд, СО2 замороженный. И, значит, выпадает дождь раньше. Туда в Москву не попадает. А там большой праздник, там, значит, что-нибудь такое, день города, или там парад 9 мая. Вот такие вот мероприятия. Дорогие, надо сказать, мероприятия. Олимпиада когда была. Когда Олимпиада была в 80-м году, так старались, так посыпали, что вообще везде в Московской области погибли овощи. Потому что все они сгорели. Потому что так столько из этого азида серебра сыпали. То есть азотис, аргентом инотрий. Знаете, это есть такой ляпись называется, да? Раньше им тёрли, бородавки истребляли, да? Такой ляписовый карандашик. Если вы смочите металл и чиркнете по нему, на нём останется тёмный след. Только если золото тёмного следа. Это такой простой домашний метод определять, золото или не золото. Вот этим ляписом. Вот этот ляпис толчёный сыпали, да? Ну, представляете, что было, значит, если только золото не чернеет. Естественно, помидоры, огурцы, морковь, петрушка, да, лучок, чесночок. Но зато Олимпиаду провели, зато Мишу проводили ласково, да? Так вот, значит, ещё тоже подозревают, что для борьбы с кубинским сельским хозяйством американцы применяли вот этот метод. То есть не пропускали туда дожди, а саждали их ещё в море за пределами Кубы. Правда это или немножко преувеличение чьё-то, может быть, газетное, может, ещё какое-то. Ну, вы знаете, это ещё есть идеологическая борьба, как это называть, спецпропаганда, да? Может быть и так, в конце концов. Возможно, что это просто наша спецпропаганда, да, которую, значит, рассказывали в западной прессе для того, чтобы вот на Америку тень навести. Не знаю. Был такое, не было такое. Ну, вот я вам рассказал, что знал, как было сформулировано, каковы перспективы данных на взгляд интеллигенции. Вот взгляд интеллигенции на всё это дело. Вот он, взгляд интеллигенции. Теперь взгляд интеллигенции, то есть мой взгляд интеллигенции на наши с вами отношения. Вот мне больше нравится вам так вот спокойненько рассказывать то, что я знаю. Вот. Несмотря на то, что есть публика, говорит, вот вы физику понимаете, а вот, пожалуйста, вот про политику не надо. Мне говорят, а вот про войну не надо. Про военные действия. Ну, я думаю, что это отторжение, когда просто не верят, да? Не верят. Есть такие люди, у которых есть убеждения какие-то, вот, что Сталин наш отец, что в советское время солнце всё время светило ярко. Не только потому, что там посыпали облака чем-то, но и просто вот такая жизнь была светлая и хорошая. Что тогда вот всё бесплатно джинсы в колхозах давали, да? Ну, вот, позвольте мне знать немножко больше моих критиков. И про историю тоже, на самом деле. Хотя я и не историк, а физик. Не забывайте меня поддержать рублём вашим трудовым или там, как им там, гривной, кроной. Для этого у меня внизу есть ссылочка на Donation Alerts, номер моей сбербанковской карточки 3243, он заканчивается, все реквизиты сбербанковского счёта, PayPal, международная система, Яндекс.Деньги и Киви-кошелёк. Кот куда-то ушёл от меня. И, значит, видно, его не устроили мои лекции, да? Мало денег присылают. Не кормлю, не кормлю. Будете много денег присылать, тут кот всё время будет. Дай, 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 дай. Ну вот он вот ушёл. Не кормите вы моего кота, он к вам и не ходит. Ну, счастья и радости вам. Жду от вас поддержки. И вопросы, кстати, присылайте, пишите. Пока.